Во дворце культуры Родина буквально яблоку негде упасть. Здесь врачи, соцработники, учителя, представители общественных организаций и настроение у всех, конечно же, праздничное, что и неудивительно. Впереди Международный женский день. Под звуки саксофона гостей встречает живая цветочная композиция и мужчины во фраках. Спасибо большое. На входе всех женщин ожидают приятный сюрприз. Цветы, что, конечно же, создает праздничное настроение. Поздравления и розы сыпались рекой. Никто не ушел обделенным. Сколько цветов заготовили? Я даже на самом деле не знаю, но было очень много цветов и достаточно много праздниковых. Сколько вы уже сейчас подарили? Примерно? Я думаю, что 500, наверное, уж точно. Затем женщин пригласили в концертный зал. В первом ряду женщины, которые воевали и трудились в Великую Отечественную войну. Галина Юркина годы войны провела в блокадном Ленинграде. 27 января, день полного освобождения города, вспоминает, как самое радостное событие в жизни. Конечно, приятно, что помнят. И особенно приятно вот в этом году, что стали больше отдавать внимание памяти Великой Отечественной войны. Галину Юркину и других ветеранов поздравил глава. Спустившись в зал вместе с депутатами, он вручил медали в честь 75-летия Победы. Затем поздравил с 8 марта всех женщин городского округа. Пусть в ваши дома придет счастье и любовь. От всего сердца и от администрации города поздравляю вас с этим праздником. И хочу заверить вас, что вы можете всегда рассчитывать на сильную половину. От подростка до пенсионера-мужчины. Праздник продолжили концертом. Танцевальные и вокальные коллективы поздравили девушек, жен, матерей с международным женским приемом. Все что мне надо ямочки на щечках, все что мне надо обнимать дочку, все что мне надо гордиться сыном, все что мне надо быть тебе любимым. Ксения Абрагина, Николай Забродин, Новости Женки ТВ.